Сотрудников архивов часто называют хранителями истории. И действительно, некоторые документы, хранящиеся в архивах Белореченского района, датированы 1863 годом. В этом году архивная служба России отмечает 100-летний юбилей. Сегодня в районном Доме культуры сотрудники архивов получали поздравления и почетные грамоты. А наша телерадиокомпания подготовила небольшой фильм «Экскурс в историю архивного дела Белореченского района». Архивный отдел является структурным подразделением администрации муниципального образования Белореченский район. На протяжении многих лет архивные документы размещались в нескольких небольших помещениях, которые давно уже не соответствовали требованиям к хранению архивных документов. При поддержке главы муниципального образования Белореченский район в 2011 году архивному отделу было выделено новое специально оборудованное трехэтажное здание в центре города общей площадью 720 квадратных метров. На первом этаже здания расположены рабочие кабинеты и архивное хранилище особо ценных документов. На втором этаже помещение для архива документов постоянного хранения. Третий этаж выделен для хранения документов по личному составу. Здание оснащено современной системой охранно-пожарной сигнализации. В архивном отделе администрации муниципального образования Белореченский район трудятся четыре муниципальных служащих – начальник, ведущий специалист и два специалиста первой категории. Основными задачами архивного отдела являются обеспечение сохранности и государственный учет документов, формирование архивного фонда Российской Федерации, организация использования архивных документов. В Белореченском архиве хранятся документы с 1863 года по настоящее время. К сожалению, большая часть документов уцелела только с 1943 года, так как ранние архивы были уничтожены в период оккупации Белореченского района фашистскими захватчиками. Огромную ценность для архива представляют метрические книги записей церквей Белореченского района. В последнее время у населения вырос интересы к истории своего рода, поэтому некоторые граждане приезжают из других регионов для того, чтобы поработать с метрическими записями церквей Белореченского района для составления генеалогического древа. Первые документы в архивный отдел начали поступать в 1975 году. Это были документы сельских советов депутатов трудящихся, сельхоз, артелей, колхозов и совхозов Белореченского района. С 1992 года изменения, происходящие в экономике Российской Федерации, повлекли за собой ликвидацию организаций и предприятий различных форм собственности, в том числе в результате банкротства, что привело к большому поступлению документов по личному составу. Ежегодно архивный отдел Белореченского района пополняется на 1500-2000 единиц хранения, и на сегодняшний день здесь хранится уже около 48 тысяч документов. Это 417 фондов по личному составу и 138 фондов постоянного хранения. Загруженность архива хранилищ составляет около 60%, так что на перспективу запас площадей имеется. В список комплектования архивного отдела входит 37 организаций, в том числе 25 муниципальных, 4 федеральных, 4 краевых и столько же негосударственных организаций. Ежегодно эти организации производят упорядочение и формирование архивных документов для передачи на муниципальное хранение в архивный отдел. Помимо работ, направленных на обеспечение сохранности и государственного учета архивного фонда, сотрудниками Белореченского архивного отдела ведутся работы по реставрации архивных документов, восстановлению угасающего текста, оцифровыванию документов архивного фонда Белореченского района. Кроме того, осуществляется прием граждан. За этот год в отдел уже обратилось 730 граждан. В основном это запросы социально-правового характера, в целях установления и выплаты пенсии и других социальных выплат. С этого года в Белореченском районе создано местное отделение российского общества историков-архивистов, председателем которого является директор Белореченского районного музея Галина Алексеевна Морозкина. Архивный отдел администрации активно сотрудничает с историками, совместно организовывает выставки, музейные уроки, экскурсии, лекции с использованием архивных документов. В 2018 году в соответствии с указом президента Российской Федерации архивисты России отмечают столетие государственной архивной службы. 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. С этого момента ведет свою историю архивная служба России. Столетний юбилей собрал в районном Доме культуры сотрудников архивной службы и тех, кто каким-либо образом причастен к этой профессии. Первым к собравшимся обратился глава Белореченского района Дмитрий Федоренко. Я бы хотел выразить слава благодарности за ваш профессионализм, за ваш труд, за ваш кропотливый труд, действительно, педантичный такой труд. Во многом благодаря этому мы бережно храним свою историю, мы бережно храним те документальные факты о предприятиях, организациях, учреждениях, которые были и есть на территории нашего района. Всего самого хорошего вам в этот день, и не только, и задорого вам, здоровья, и позитива на весь следующий год. Наверное, это как трогательно, да, и, наверное, вот с замиранием сердца, когда ты листаешь вот этот хрустящий документ, непонятно вообще какого года, и прикасаешься, в общем-то, руками к истории. Это дано только вам, нам это не дано, потому что они настолько хрупкие, эти документы, которые на самом деле требуют очень трепетных, очень заботливых рук. И сегодня вы сохраняете эту историю, вы сохраняете эти документы, достоверные документы, и огромное вам за это спасибо, низкий вам поклон. Теплые пожелания коллегам и ветеранам прозвучали от начальника архивного отдела администрации Белореченского района на Фисе Джоне. Наградами и грамотами были отмечены более 30 человек, среди которых председатель районного общества историков и архивистов Галина Морозкина, специалисты, которые занимаются ведением архивов в своих подразделениях не только Белореченской, но и всего района, а также ветераны архивного отдела. В продолжении мероприятия перед гостями выступили лучшие коллективы районного Дома культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди.